Четверть века по братимским отношениям. Владивосток и Пусан отметили юбилей дружбы. Вот уже 25 лет наши города активно развивают сотрудничество в сфере экономики, искусства и спорта. А сегодня устроили для горожан настоящий праздник. У нас 15 городов-побратимов. Но я хочу сказать, что именно с городом Пусаном наши по-братимские взаимоотношения складываются самым активным образом. И сегодня, благодаря господину мэру, благодаря мэрии города Пусана, такой великолепный праздник проходит у нас в городе Владивостоке, на спортивной гаванде. Я думаю, что те жители города Владивостока, которые еще не были в Корее, не были в Пусане, очень захотят приехать вам в гости. Хансик – так корейцы называют свою национальную кухню. Для европейца слишком острая, но для многих приморцев вполне привычная. Пикули, чепчек, кебаби и другие явства приготовили к фестивалю представители корейской общины. Быстрее всего разлетается кимчи. Квашеную капусту даже в иностранном исполнении русский народ уважает. Секрет заключается в том, сколько времени ты солишь капусту. Именно от этого зависит вкус. Насыпать специи или узнать нужные ингредиенты может любой человек, посмотрев рецепт. Главное – правильно засолить и вовремя вытащить капусту. Готовить девочек учат с 12 лет, а вот палочками они умеют есть, кажется, с рождения. Впрочем, как уверяют сами корейцы, дети осваивают палочки к 3 годам. Сначала протыкают еду одной, а потом начинают орудовать обеими. Пока некоторые горожане пробовали корейские угощения, другие примеряли национальных костюм ханбок. Несмотря на то, что он выполнен из однотонных тканей, наряд достаточно яркий. В древности по яркости костюма судили о благополучии человека. Чем он ярче, тем состоятельней. Сегодня подобные одеяния примеряют по особым случаям. Например, на Новый год или праздник урожая. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухороков. Новости на Восьмом.